Слухи о том, что недалеко от города Белокуриха Алтайского края в тайге нашли настоящего Маугли, всколыхнули интернет у журналистов. Представьте мальчика, которому уже 20 лет. Он никогда не общался с другими людьми и всю свою жизнь живет в землянке в лесу. Слухи оказались слегка преувеличенными, но история семьи, ушедшая от цивилизации, от этого не менее интересна. Полчаса езды от города и нас встречает приветливый, вежливый и дружелюбный парень. По пути домой Аджан Наумкин рассказал о семье. Я родился в горном Алтае, потом мы полтора года жили в Бийске, и вот, когда мне было 4 года, мы переехали сюда, вот, ну и вот здесь живем. Ну, в принципе, это второе место, где мы живем, мы чуть поселились раньше в другом месте, вот, ну а потом переехали уже сюда, ну, как бы, сначала нашли какое-то место, построили тоже избушку, вот, а потом переехали уже сюда, ближе. Отец Александр, мать Елена и сын живут в землянке, без электричества, со свечами. Темноватая комната – это и кухня, и спальня, и кабинет отца, и столовая. Воду берут в ручье, питаются тем, что растет в лесу, и на нескольких огородах, один из которых разбит здесь же. Капуста, свекла, морковь – все как обычно. Жить в лесу, рассказывают родители Аджана, тяжело, конечно. И они бы перебрались поближе к городу, но… В цивилизации все очень дорого, даже участки купить – это чрезвычайно, просто не цифры, а какие-то астрономические выкладки. Вот, поэтому все упираются, конечно, на нескольких средствах. И все же семья не унывает, и, кстати, не считает себя оторванными от цивилизации. Мы совершенно не оторваны от цивилизации, от социума, от информации, того информационного поля, которое в человечестве как бы есть. Медийная сфера, конечно, нас не обошла стороной. У нас, например, радиоприемники есть, это просто дома. Это вот телеканал «Россия-1», тут можно покрутить, где-то тут… Вот это вот первый канал, а вот ловится, телевидение обычно слушаем, теленовости. Ну и радио тут есть, радио уже тут сложнее поймать. История весьма неординарного от Жана Наумкина стала известна после того, как сотрудники прокуратуры Белокурихи выяснили. У парня, оказывается, нет никаких документов. Елена родила его в лесу, а в ЗАГСе матери сказали, мол, где рожали, там и регистрируйте. Первое, что мы сделали, то есть это заняло у нас продолжительный период времени, да, это установление обстоятельств рождения ребенка. То есть и подтверждение факта того, что его рождение не было зарегистрировано ни в медицинских учреждениях, ни в органы ЗАГСа. Когда мы установили, мы направили исковое заявление в суд. То есть исковое заявление в суд нами было направлено 9 сентября 2013 года, направлено на основную цель – установить факт рождения этого ребенка, для того, чтобы в последующем на основании этого судебного решения обратиться в органы ЗАГСа и получить свидетельство о рождении. После получения свидетельства о рождении, то есть это будет поводом и основанием для получения всех остальных документов, требующихся для лица, достигшего 18-летнего возраста. А документы Аджану понадобятся, ведь планов на жизнь у него очень много. Парень серьезно подумывает о заочном обучении в художественном училище, чтобы пойти по стопам отца художника. А там недалеко и женитьба, когда, как говорит Аджан, на ноги встанет. Анастасия Воробьева, Полина Сердобольская, Алексей Питков, Комсомольская правда, Барнаул.